Время подводить итоги и обсудить планы на будущее. Так можно охарактеризовать задачу выездного совещания, состоявшегося на Баваненковском нефтегазоконденсатном месторождении. Короткий световой день не оставляет времени для раскачки. Из вертолета сразу вахтовку и на объекты. Первый – ГП-2. ГП-2 – это важнейший объект и этого года, и особенно следующего года. Это нынешний год, это год, когда мы вплотную вышли сюда с монтажом технологических трубопроводов, эстакад, цехов, крупноблочного оборудования. 2011 год на языке строителей – это год массовой сварки железа. То есть нужно скомпоновать всю установку. Сварщикам хватает работы и сегодня. Идёт нормальный монтаж. Большой. Огромный фронт работ на всех. Оборудование здесь. Оборудование 100%. Как и планировали в навигации, всё было доставлено. Я говорю, вот пять компрессоров и параллельно на двух цехах идёт монтаж. Практически весь производственный комплекс по добыче газа охвачен объёмами строительства. Смонтировано основное технологическое оборудование. Построен первый пусковой комплекс газосборной сети. Пробурено более 80 скважин. Продолжаются работы по строительству газосборных коллекторов от кустов газовых скважин. Даже по тем объёмам и лимитов освоения по этому году, объёмам финансирования, можно понять, что только по стройке Баваненковская в месторождении 64,8 миллиарда, понятно, что это серьёзные цифры, их надо осваивать. Это серьёзнейшие объёмы поставок материалов, это серьёзнейшие объёмы строительно-монтажных работ. Конечно, при таком комплексе огромном бывают срывы. Как правило, северные стройки страдают тем, что завоз строительных материалов, оборудование происходит неритмично. Тот факт, что железная дорога практически добралась до месторождения, позволяет ускорить все работы. Это важно. Ведь инвестор настаивает. Надо обеспечить подачу газа на заполнение газотранспортной системы ДКС Байдорадская к концу 2011 года. Году он такой серьёзный год, он год перед пуском, поэтому все, если такие мечты, мнения были о том, что вот ещё потянется, вот ещё 12-й год, для нас 12-й год вот завтра. Когда масштабы строительства огромны, когда в процесс вовлечены десятки организаций, задействованы тысячи людей, подобные выездные совещания – острая необходимость. Это отмечают все. Потому что достаточно сжатые сроки у нас ввода месторождения. Могу с уверенностью констатировать факт, что практически сегодня завершается строительство объектов жизнеобеспечения на промбазе ГП-1. В целом проект реализовывается в рамках существующих и установленных сроков. Но инвестора на все 100% ситуация редко удовлетворяет. Стройка сложная, проблем хватает. Больше всего вопросов к генеральному подрядчику, стройк-газконсалтингу. Не до поставки МТР, оборудования, недостаточная численность рабочих. Руководство обещает исправить положение. В этих целях концентрируются на сегодняшний день большие людские ресурсы. Делаются все необходимое для того, чтобы обеспечить их жильем. Наполнительно к тому, что мы сегодня имеем на 5000 человек размещение. Мы заказываем 5 общежитий, про 100 человек. И приобретаем еще порядка 200 вагончиков для того, чтобы обеспечить и выполнение программы 2011 года, и выполнение программы дальнейшей. Потому что второй модуль второго ГПО у нас идет с разрывом полугода в эксплуатацию. По словам Ярослава Галко, серьезных упущений, которые бы вызывали опасения, что директивный срок подачи газа будет сорван, на Бываненкова нет. Но еще приложить усилия придется. У строителей, как у студентов, всегда одной ночи не хватает. Но у нас, к счастью, не последняя ночь перед Новым годом. Еще есть время для того, чтобы на самом деле серьезно поработать и подтянуть ситуацию по водным объектам. 25 число. По результатам совещания профильным подразделениям «Газпрома» даны соответствующие поручения и задания. Особо начальник департамента инвестиций и строительства отметил положительную работу заказчика. Что касается именно «Газпром добыча на дым», все плановые сроки, что касается строек, последние годы, все было выдержано. И от плана освоения, и ввода серьезнейших объектов был выполнен и в 2008, и в 2009 году. Я думаю, что он будет выполнен и в 2010 году. Светлана Косторнова, Сергей Черков, телевидение «Газпром добыча на дым», Баваненково.